Сегодня Российская национальная библиотека отмечает 203 день рождения. Открывает выставку рукописей «Сербское наследие». Посетителям покажут подлинники 26 уникальных документов. Их достанут из спецконтейнеров. Бумаги датируются XII-XVII веками. Среди них Евангелие и летописи сербской культуры. Гости экспозиции узнают об условиях хранения фолианта. В частности, о яркости света, показателях температуры и влажности. Как отметили представители РНБ, с понедельника рукописи выставят в помещении хранилища. В этом отделе собраны уникальные рукописи и документы самых разных веков. Начиная с первых веков нашей эры вплоть до XXI века. Рукописи находятся в помещении с определенным температурно-влажностным режимом. Самые ценные рукописи находятся в отдельном сейфе. Очень часто, когда археологи достают что-то из-под земли, извлекают предмет из безвоздушного пространства на воздух, он потом рассыпается. Вообще в крошке. Поэтому, если рукописи будут просто в вакууме хранить, то потом они, соответственно, с ними будут то же самое. То есть материал будет распадаться. Поэтому они непременно проверяются, пролистываются, обеспыливаются, проверяется их сохранность. Пергамент был очень дорогой. И очень трудно было найти столько животных и так все сделать, чтобы все листы были целыми. Все листы целые и очень тонкие. Только у самых дорогих, роскошных рукописей, сделанных под заказ. Рукописи, которые делались на периферии, очень часто имеют разные такие дырки. Потому что, представляете, из-за этой дырки нужно было выбросить целый лист. А он дорого стоил. Поэтому все это сохранялось, и текст просто продолжался дальше. Эти дырки совершенно им не мешали. В этой витрине представлены два самых древних сербских памятника. Не только нашей библиотеки, но и вообще из всех существующих. Знаменитая Мирославова Евангелие, точнее, один его лист. У него есть крупные инициалы, которые выполнены с применением золота. Вот, желтым цветом поблескивает. Князь Мирослав был братом основателя династии сербских правителей Стефана Немани. А вот эта рукопись связана с сыновьями. В конце рукописи есть запись о том, что она создана для князя Вукана. Но имя Вукана написано по стертому тексту. Предполагается, что первоначально там было имя другого сына, того Стефана, также Стефана. Замена одного имени на другое говорит о том, что между братьями происходили определенные распри. И в какой-то момент Вукан победил Стефана и стал верховным правителем. Я все-таки предпочла открыть книгу для посетителей вот на этом листе, где находится вот такая странная запись. Даже не сразу понятно, что это обычные кириллические буквы. Кажется, что просто какие-то черты и резы. Сам почерк не характерен вообще ни для какого письма, ни XI века, ни XIV века. Кроме того, само содержание, сами имена, все-таки и история рукописи говорят о том, что это легенда. То есть это подложная запись, не настоящая запись. Когда Петр Петрович Дубровский привез свою коллекцию в Россию, он обозначил, что среди его книг есть якобы небольшая часть библиотеки Анны Ярославной. Но на самом деле до сих пор никаких следов этой библиотеки нет, кроме вот этой вот записи. И, скорее всего, она была сделана в XIX веке с целью придания статусности. Продолжение следует...